Тайные Санктуарии. Часть 2. Пылающая Преисподняя. Непосвященному человеку может показаться, что обитатели Пылающей Преисподней едва ли отличаются друг от друга. Однако любой, кто вникал в этот вопрос, знает, что не все так просто. Посреди очевидного хаоса, в котором находятся Преисподние и демоны, есть своя иерархия и раздел территорий. Головы погибшего дракона Татамета, обретя новые обличия, переродились семью Повелителями Преисподней. Сильнейшие три стали носить титул Первородного Зла. Остальные же четверо довольствовались скромным званием Младших Зол. Триады Первородного Зла — это великие демоны. Диабло — Владыка Ужаса, Баал — Владыка Разрушения и Мефисто — Владыка Ненависти. Сила Первородных Зол не только в их возникновении, но и в том, что они подпитывают друг друга. Ужас порождает ненависть. А ненависть, в свою очередь, разрушение. Этот поручный круг сохраняет их главенство во всей Преисподней. Диабло — воплощение чистой злобы и ужаса, не имеющего границ. Хотя, по непонятным причинам, его принято считать младшим из троих. Однако он самый изобретательный среди своих братьев в своих злобных планах. Он хитер, терпелив и хладнокровен. Все, что он делает, вселяет в окружающих неописуемый страх. Собственно, сам Диабло считает себя творцом ужаса и искренне наслаждается процессом мучения своих жертв. Страх для него куда более желанная награда, нежели боль, которую испытывает жертва в процессе. Царство Диабло в Преисподней — самое пустынное из всех царств. Это заброшенное и уединенное место, наполненное картинами тьмы, страха и отчаяния. Слабые духом могут сойти с ума только от наблюдения за тем, что там происходит. Баал — владыка разрушения Ему, как истинному владыке, доставляет наслаждение тотальное уничтожение как окружающего мира, так и всех его обитателей. С первого взгляда он кажется прямолинейным и совершенно бесхитростным. Однако вряд ли это соответствует действительности. Он может быть не менее коварен, чем его братья, когда для этого есть необходимость. Царство Баала в Преисподней — царство разрушений. Это место, где даже демоны, которых он выводит, тут же стираются в порошок. Там же владыка воздвиг несколько мощнейших крепостей, лишь для того, чтобы придумать тысячи изощренных методов их уничтожения. В этом же царстве находится адская кузница, место, в котором создаются мощнейшие орудия Баала. А на наковальное уничтожение возможно придать забвению любое, даже самое сильное оружие ангелов. Мефисто — владыка ненависти Ходят слухи, что именно Мефисто — главный среди всех семерых зол. Ему искусно удается стравливать между собой братьев, а они охотно поддаются его провокациям. Ведь это дает им массу возможностей удовлетворить собственные аппетиты. Мефисто жаждет стравить друг с другом все царства и народы, брата с братом. При этом он упивается все растущие ненависти. Царство Мефисто густо населено. Демоны там постоянно собираются в многочисленные группы и фракции, которые конфликтуют между собой, заключают кратковременные союзы и тут же друг друга предают. Мефисто лично следит за этим спектаклем и восхищается кознями своих подданных. Владыка ненависти презирает и ненавидит всех и каждого. Однако наиболее отвратными существами для него являются ангелы. Ради победы над ними он готов на многое. У Мефисто есть двое детей, которых он ненавидит, как и всех остальных. Демоны Лилит и Люцион. Остальные четверо воплощений, хоть и называются младшими, могут пакостить не меньше больших. Их коварство и зло безграничны. Дюриэль, владыка боли. Как уже можно понять, он любит пытать и причинять боль. Ему не важно, что есть боль для жертв. Он упивается музыкой их криков, считая себя маэстро боль. Помимо мучения души, ему доставляет куда больше удовольствия мучения тела. Даже бывает такое, что не найдя жертвы, он начинает истязать сам себя, чтобы насытить свою страсть. Его царство боли полно пыточных орудий. Поэтому обитатели преисподней избегают этих мест. Ведь всегда можно оказаться на одном из них. Она чрезвычайно жестокая и, в отличие от своего брата, с упоением наслаждается мучением именно души. Она создает условия, в которых сущность жертвы выворачивается наизнанку, и внутренняя агония разрывает ее на части. Обычно Андериэль выглядит так, словно постоянно находится в экстазе. Она не выносит уединения, поскольку постоянно должна подпитывать себя страданиями других. Дева мучений в вечном поиске тех, кто погрузился в пучину отчаяния. О ее же царстве известно немного. Однако, без сомнения, это место невероятного психического давления. Здесь жертвы познают невероятные чувства вины, сожаления, и как результат преисполняются самобичеванием. Азмадан, владыка греха. Оружие его – разврат и порог. Он силен в манипуляции другими и обожает плести интриги. Он любит грех во всех его проявлениях. Однако, наивысшее его наслаждение кроется в чужих неудачах. Как великий мастер искушения, он доводит всех, кто верен своим принципам, к предательству и общему крушению нравственных устоев. Из всех исчадий зла он считается самым талантливым полководцем. Для всех непокорных или провинившихся слуг у Азмадана есть специальное место для наказания – круг гнева. Он же после одной из битв с ангелами, в которой едва не погиб от рук Тераэля, смел вывести крылатых демонов, защитив армии преисподней в небе. Владение Азмадана – самая густонаселенная часть преисподней. Это место и наивысшего удовольствия, и глубочайшего отчаяния. Место, где порог и извращение всячески приветствуются. На первый взгляд, логово Азмадана не кажется чем-то страшным или отталкивающим. Напротив, оно выглядит соблазнительным местом, которое постепенно уводит вглубь лабиринтов Гарема. Заблудившись там и до отвращения насытившись всеми извращениями, жертва проваливается в пучину безумия, и для нее уже нет спасения. Несмотря на то, что Азмадан благоволит ко всем своим приближенным, к цидее он питает особое расположение. Дева Похоти – одновременно прекрасное и уродливое создание. Она обладает туловищем женщины и паучьими ногами. Говорят, ее голос сладок, как мед, но из уст ее льются только слова смерти. Также нельзя забывать, что она является матерью всех суккубов. Белял – владыка лжи. Он мастерски умеет плести паутину обмана, но делает это не ради самой лжи, а для того, чтобы с легкостью управлять чужим ощущением происходящего. Пик наслаждения Белял испытывает в тот момент, когда жертва осознает, что была обманута. В тот момент ее наполняет чувство предательства и беззащитности. С другой стороны, у Беляла есть и слабое место. Окружив себя невидимым хитросплетением линии лжи, он часто сам запутывается в нем. Предположительно, царство Беляла заманивает путников лживыми видениями прекрасных земель и наслаждений. Но чуть-чуть углубившись, можно заметить, что ничто из этого нереально. Все это просто приманка и вранье. И все это заводит в одну из мучительных западней владыки лжи. Примечательно, что слуги Беляла – притворщики. Такие же обманщики, как и самых повелителей. Они часто принимают чужой облик, тем самым вводя жертву в заблуждение. И часто жертва так и не понимает, что была обманута до самой своей смерти. Каждый из семи воплощений зол верен своей сущности и полностью отражает ее в реальности. Посему, каждое зло опасно по-своему. У каждого есть свои методы ведения войны, и лучше об этом не забывать. Хаотическая природа туши Татамета нашла отображение восставшей из нее преисподней. Здесь нет ни четких границ между территориями царств, ни правил или законов в отношениях между ними. Царства эти часто ведут междоусобные войны, исполняя волю своих правителей. Тем не менее, если того требуют общие цели, они могут объединиться. И тогда их мощь будет поистине невероятной. Полной противоположностью преисподней, конечно же, является кристальная арка с ее обитателями, ангелами. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске. Подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.